Целый букет преступлений совершили в Стывкаре два брата из Ижимского района. Николай и Николай Филипповы выслушали приговор Стывкарского суда. Один из них зарубил приятеля во время попойки, второй помогал ему прятать тело. Кроме того, по пьяной лавочке они успели натворить немало криминальных дел. Что они рассказали на следствии, знает Ксения Лосева. Мы сели, сидели, выкивали. Между нами произошла суда. Ранее судимый за убийство Николай Филиппов, который недавно освободился из колонии, некоторое время обитал в этой квартире в доме по улице Димитрова, которую соседи уже давно прозвали Притоном. В ночь на 2 декабря 2020 года здесь собралась очередная пьяная компания. Причем без хозяина, который в тот момент при смерти лежал в больнице. Во время застолья началась поножовщина. Он начал нецензурную броню выражаться, оскорблять меня матами всякими. После чего я ударил ему в лицо. Что он делал? Он достал нож? И начал размахивать. Я его поймал вот так. Потяжел его здесь и сделал порезы. Раз за три. Возможно, поверженный мужчина остался бы жив даже после 9 ножевых ранений. Но Николай взял топор и зарубил его. После этого сходил за своим двоюродным братом и попросил его помочь избавиться от тела и улик. Можете рассказать то, что делал? За ноги вот брал. Мы подняли на диван, потом на подлоконник его кинули. Потом через окно прыгнули, открыли люк, засунули, закрыли и пошли. После того, как тело с практически отсеченной головой братья спрятали в канализационном коллекторе, они замыли следы крови в квартире, избавились от одежды и орудий преступления. Сокрыли труп, он помог сокрыть орудия преступления. Они в речку выкинули в районе улицы Ручейная. Туда выкинули топор и еще два ножа. В одежде, в которой они были, сумки, то, что вот это все собирали, они выкидывали. Они это все сожгли в районе бывшего мелькомбината. Впрочем, предпринятые меры не помогли им избежать уголовной ответственности. Работники магазина, возле которого в канализационном коллекторе лежал убитый мужчина, утром увидели у себя подтопление в туалете и вызвали коммунальщиков. Те, обнаружив тело, вызвали полицейских. При этом на место путешествия была установлена личность мужчины. Также было установлено предполагаемое место совершения преступления. Одна из квартир расположена неподалеку от данного люка. Были следы волочения непосредственно от люка до окна квартиры. Также имели следы бурого цвета на подоконнике квартиры первого этажа. Убийцу его пособника по сокрытию улик арестовали. Оказалось, что они уже находятся под следствием по другим уголовным делам. Основной фигурант совершил грабеж в магазине, когда пронес мимо кассы бутылку водки. А его брат воспользовался ситуацией и похитил банковскую карту случайного собутыльника, по которой отоварился почти на 3000 рублей. Кроме того, его обвиняли в избиении двух мужчин в общежитии на улице Катаева. Впрочем, эти преступления он не признал. Дескать, кредитку ему дал сам владелец купить алкоголь и закуску. Перед приятелем, которым он в драке сломал челюсть, он извинился и покупал ему лекарства. Во второй драке он обвинил другого человека. Он говорил, что у него конфликтов никаких с этим человеком не было, что он его не трогал, что он якобы просто проводил его из комнаты до двери и вернулся в комнату, где распилоспортного. Однако, показаниями свидетелей было установлено, что конфликт у них начался еще в комнате, о том, что Филиппов начал избивать его еще в комнате. И после того, как они вышли из общежития, Филиппов избил потерпевшего на улице. Это зафиксировала камера, которая была установлена на соседнем зале. Братья, которые перебивались в Сыктывкаре случайными заработками, в том числе на строительстве стадиона, постоянно злоупотребляли спиртным. Пристрастие к зеленому змею и толкало их к совершению преступлений. Сыктывкарский суд учел все обстоятельства и назначил основному фигуранту 12,5 лет колонии особого режима. Николая Филиппова приговорили к 5 годам колонии общего режима и штрафу в 100 тысяч рублей. У них осталось право на апелляцию. Продолжение следует...